Сегодня в Брестском государственном техническом университете представили нового ректора. Им стал 47-летний уроженец Вилейки Сергей Каспирович, до настоящего момента работавший начальником главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси. Сергей Антонович Каспирович – кандидат экономических наук, доцент, окончил Белорусский государственный технологический университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Стипендиат президентского фонда для талантливых молодых ученых, автор более 130 научных, научно-методических и учебно-методических работ, участвовал в разработке более 50 законодательных и нормативно-правовых актов. Нового руководителя представил коллективу ВУЗа заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай. Сама биография Сергея Антоновича говорит о том, что этот человек, с учетом его еще личностных моральных качеств, как патриота Республики Беларусь, человек, который любит свою родину, готов трудиться на ее развитие и на благо, она, конечно, соответствует должности ректора ведущего ВУЗа Брещины Брестского технического университета. Я уверен, что талантливый коллектив, который имеется и потенциал в этом университете, с его приходом достигнут любых поставленных целей и будут развиваться на благо непосредственно региона и в целом нашей Республики Беларусь. Университет — это, в первую очередь, люди. Люди, студенты, которые растут, которые становятся специалистами, становятся гражданами, взрослыми гражданами, сформировавшимися своей страной. И, дай бог, все наши выпускники будут по-настоящему патриотами своей страны, над этим мы и будем работать. Что касается развития университетского образования, университетской науки, то здесь потенциал огромный, и в Брестском государственном техническом университете для этого все есть. Есть кадры, есть научные школы, есть одаренные студенты. Мы должны усилить профориентационную работу. Я знаю, что многое делается в университете, но те лучшие традиции, которые заложены, мы будем продолжать. Еще одним важным событием этого дня для всего первого региона стала коллегия Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета. В ее рамках традиционно была проанализирована работа в 2022 году и подведены итоги. А с учетом задач, поставленных перед системой образования в целом, определили направление деятельности на 2023 год. 2022 год был, конечно, в целом очень насыщенным для системы образования, потому что с 1 сентября вступили в силу основные положения Кодекса Республики Беларусь об образовании. Кроме того, введен государственный школьный стандарт, новые педагогические правила для учителей, учреждения общего среднего образования. Также порадовали ребята нас и в этом учебном году своими победами. 70 дипломов наших учащихся учреждений общего среднего образования на заключительном республиканском этапе Олимпиады по учебным предметам. 8 дипломов международных Олимпиад. 44 стобальных сертификата получили выпускники Брестской области. Кроме того, три учащихся двойной стобальный результат имеют, чем мы тоже гордимся. Кроме того, этот учебный год знаковый еще и в том плане, что мы впервые проводим в другой, новой форме выпускные экзамены, которые, в общем-то, становятся и вступительными для наших выпускников 2023 года. Прещание, как всегда, сработали достаточно качественно при реализации программ дошкольного образования, общего среднего образования, профессионально-технического, средне-специального. В целом, выглядит очень неплохо на фоне образовательной системы Республики Беларусь. Мы можем проанализировать, что и кадровый потенциал, методическая составляющая, сеть учреждений образования позволяет развивать те результаты, которые есть на сегодняшний день, достигать новых вершин.